Парад побежденных или Большой вальс в Москве. 17 июля 1944 по Садовому кольцу прошли почти 60 тысяч пленных немцев. Их захватили во время белорусской наступательной операции «Багратион». Хотели использовать для нового плана Большой вальс. Название не случайно. В те годы была популярна одноименная голливудская мелодрама. Сталин хотел, чтобы мир посмотрел на советский вариант кино. Операция «Большой вальс» имела большое геополитическое значение. Дело в том, что удалось разгромить самую сильную группировку немецких войск, группу армий «Центр». Она была одной из самых боеспособных. Успехам советского командования никто не верил. Немцы опровергали всяческий разгром советских войск в Белоруссии. Было принято решение провести операцию «Большой вальс». То есть показать, что враг не просто потерпит поражение, он практически разгромлен. Парад должен был поднять еще и боевой дух солдат, веру народа в победу. Две колонны пленных шли по Садовому кольцу. Для эффекта вальсирования одна шла по часовой стрелке, вторая против. И так по несколько часов. В полной амуниции и с наградами смотреть на Большой вальс собрались горожане. Немцы были грязными, в рваной одежде, многие без обуви. После пленных по московским улицам шли поливальные машины. Продолжение следует...